Всем привет! На улице светит солнышко, у меня тоже сегодня такое вот какое-то очень радостное, солнечное, летнее настроение, поэтому я вся такая вот сегодня розово-желтенькая, радостная и позитивная. И сегодня у нас будет видеоразговор, видеоразговор о моем канале, о том, как за эти 7 месяцев, которые я уже веду мой канал, изменилось мое отношение к косметике, к декоративной и уходовой. Я вам расскажу о каких-то новых идеях, которые у меня появились, поделюсь с вами новыми мыслями. У последних видео была вот такая вот несколько непривычная для меня локация. Я думаю, что на этом видео данная локация будет отработана, в следующих видео у нас уже будет новая локация, очень интересная. Следите, пожалуйста, у меня тут небольшие переезды, и я сама с большим нетерпением ожидаю наконец-то уже стационарного переезда и нашей с вами постоянной локации, которая будет уже более качественно подготовлена для съемок моих видео. Оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди еще очень-очень много интересного. Как я уже сказала, моему каналу сейчас уже, наверное, около 8 месяцев, плюс-минус, я не знаю, как для вас, но для себя достаточно большой путь прошла, снимая эти видео, готовя для вас эти видео, создавая мой канал. Мне, правда, изначально, когда все это начиналось, очень искренне хотелось поделиться с вами всеми теми знаниями, которые у меня накопились. Повторюсь еще раз, я ничего не рекламирую специально, мне никто за это ничего не платит. Я вам рассказываю о тех продуктах, о тех средствах, которые я покупала для личного и покупаю для личного использования, которые я тестирую сама для себя. Если они мне нравятся, я о них вам рассказываю, как о своих любимчиках. Если они мне не нравятся, соответственно, я тоже вам о них стараюсь рассказывать о своем менее положительном отклике, о своем где-то даже иногда негативном отклике. Негативных отзывов, наверное, значительно меньше, потому что я, как правило, перед тем, как купить то или иное средство, я достаточно подробно изучаю информацию о нем. И уже понимая особенности своей кожи и понимая свои предпочтения, я, как правило, достаточно редко ошибаюсь. Поэтому большинство моих отзывов хваленны, и большинство моих отзывов действительно исключительно положительны. Не потому что мне платят за то, что я хвалю тот или иной продукт, а потому что продукт, правда, замечательный. Это те продукты, которые за долгое время различных тестирований и проб тех или иных продуктов отобрала для себя, которые мне нравятся. Конечно, я нахожусь в постоянном поиске новых любимых продуктов, но те продукты, о которых я рассказываю, они для меня остаются моими любимчиками. Что касается уходовой косметики, что касается моих многочисленных баночек и скляночек, я думаю, что многие из вас видели видео о том, как я храню свою уходовую косметику. Это было видео, где я показывала, что я храню свою уходовую косметику в холодильнике, и там у меня действительно достаточно большое количество баночек и скляночек. Так вот, делая свои видео, используя это мою уходовую косметику и, собственно, взрослея и где-то частично меняя взгляды на жизнь, я хочу с вами поделиться тем, что и мое отношение к уходовой косметике и к декоративной косметике, в частности, несколько изменилось. Я достаточно недавно наткнулась в одном из форумов косметических, про как раз уходовую косметику, на комментарии девушки о том, что она пишет о том, что я, конечно, маньяк и бьюти-голик, и я, конечно, маниакально скупаю целые полки с косметикой, но вот в последнее время я заставляю себя остановиться, я заставляю себя, прям вот настойчиво заставляю себя не покупать новые баночки, а вымазывать, собственно, пользоваться активно всем тем, что у меня уже есть, а есть у меня уже и так много-много-много, для того, чтобы вот наконец-то уже использовать всё то огромное количество косметики, которое у меня есть, начать использовать какие-то новые линейки, попробовать что-то новое, купить себе несколько продуктов, которые будут очень нравиться, и, собственно, использовать их и перестать уже вот окружать себя таким огромным количеством баночек и скляночек. Я готова подписаться практически под каждым словом, не практически, собственно, под каждым словом данной барышни, потому что я тоже, вот у меня наступил, наконец, этап, когда я понимаю, что мне действительно такое количество баночек и скляночек, которые у меня есть и о котором я вам так много рассказываю, не нужно. Возможно, вы это заметили, потому что я в последнее время не выкладываю какие-то прям совсем новинки, я выкладываю рассказы, обзоры на те продукты, которыми я пользуюсь достаточно длительный период времени, и, да, я сейчас нахожусь на том этапе, в том состоянии, когда я прям практически запретила действительно себе покупать новые средства, новые крема, новые баночки, пока я не допользую всё то, что у меня есть, а есть у меня много, поэтому я сейчас стараюсь действительно активно пользоваться теми продуктами, которые у меня есть и которые мне нравятся. Каждый раз радуюсь, когда у меня какое-то средство заканчивается, помечаю себе, что, оп, минус один, и, наверное, когда я всё это израсходую, и, собственно, это уже, я так думаю, что произойдёт в ближайшие месяц-два, к концу лета это уже, скорее всего, точно произойдёт, я, изучив перед этим хорошо рынок, наверное, выберу для себя две или три марки, из которых я соберу какой-то основной набор кремов, а, конечно, несколько кремов для глаз дневной, ночной, крем для лица также дневной, ночной, несколько масок, восстанавливающую сыворотку, и, собственно, всё. Я, правда, хочу отказаться от такого большого количества косметики, для которого мне нужен холодильник, который я вожу с собой, и я хочу перестать, наверное, быть маньяком-бьюти-голиком, я хочу как-то минимизировать и систематизировать мой уход за кожей, не знаю, хорошо это или плохо, не знаю, как это в результате отразится на моём бьюти-блоге, возможно, мне придётся несколько пересмотреть мой концепт, я надеюсь на понимание с вашей стороны, и это, правда, не то, что я сама себе придумала, это, правда, какая-то такая внутренняя потребность, которая у меня возникла, это мои новые самоощущения, мироощущения, и я стараюсь следовать им, идти за ними и слушаться, собственно, себя в первую очередь. Что касается моей декоративной косметики, то те, кто видели видео, вот, кстати, ссылочка на него про мой бьюти-кейс, те прекрасно знают, что у меня и так очень большая коллекция декоративной косметики, зачастую уникальной декоративной косметики, каких-то лимитированных палеток, штучек и так далее, и на данный момент я также ограничиваю себя, достаточно активно ограничиваю в приобретении каких-то новых гаджетов, и позволяю себе что-то купить только в том случае, если это принципиально отличается от того, что у меня есть. Не упаковкой, а текстурой, консистенцией, многофункциональностью средства, возможно, оттенком, если это тот оттенок, которого у меня ещё точно нет ни в одной из других марок. Я сейчас, правда, стараюсь очень рационально подходить к приобретению декоративной косметики, я активно стараюсь не дублировать те позиции, которые у меня есть. Я точно никогда не куплю два оттенка в разных марках просто ради упаковки. Я могу купить, если это разные текстуры, допустим, если мы говорим про румяна, одни румяна пудровые, другие румяна кремовые, да, тогда, возможно, если я считаю, что это очень-очень классный оттенок, я выберу аналогичный румяна, но в другой текстуре. Также я периодически соблазняюсь, я не могу пройти мимо какой-то потрясающей палетки, если это какая-то интересная палетка или комбинация нескольких продуктов в одном, но, правда, я сейчас значительно меньше страчу на это и денег, и времени. Я не знаю, хорошо это или плохо. Опять же, повторюсь, я не знаю, как это отразится на содержании моего бьюти-блога и на вас. Я надеюсь, что мы будем вместе двигаться вперёд, взрослеть и менять своё мироощущение и свои потребности. Я очень надеюсь, что мне удастся оставаться для вас интересной, что мне удастся находить те темы и делать интересные видео на эти темы. Своими мироощущениями я с вами поделилась, новостями тоже. Как я уже сказала, впереди у нас новая локация. Впереди у нас, возможно, несколько изменений темы, изменения курса нашего с вами бьюти-корабля, а именно моего бьюти-канала. Впереди у нас также интересная новость. Мне посчастливилось оказаться одной из первых, и я купила билеты на бьюти-дэй селены Крыгиной, который состоится 27 августа в Москве. Я там буду сидеть на одном из первых рядах, и я обещаю вам очень подробный отчёт о данном бьюти-дне. Покажу вам обязательно все эти подарки и все те продукты, о которых там будут рассказывать. Постараюсь для вас снять видеорепортаж, вспомню, собственно, своё журналистское прошлое. Так что впереди ещё очень-очень много интересного, не пропускайте. Спасибо большое, что подписываетесь на мой канал, я правда вам очень-очень благодарна, я очень-очень вас всех люблю, и скоро уже, наверное, осень, но расстраиваться точно не стоит. Надо радоваться солнышку, радоваться жизни, радоваться лету, которое всё ещё не закончилось. Любите, пожалуйста, себя, любите, пожалуйста, друг друга, и до скорых встреч, пока-пока-пока!